меня спрашивают как я отношусь к тому что греческая церковь признала п.ц.у. так что православная церковь украины вот то что создано патриархом варфоломеем и относится сейчас к константинопольскому патриархату как я понял там что там и автономии никакой особенно нет знаете отношусь я к этому дайте попробовать уловить вот так внутри как-то говорит равнодушно потому что такое впечатление что все как-то неправильно сейчас себя ведут наши патриархии наши вот эти высшие чиновники они дружат как-то не искренне только за что-то они враждуют как-то тоже только за что-то и церкви делят объединяют опять из каких-то таких соображений больше корыстных или политических и так далее поэтому сказать почему греческая церковь вдруг так решила сделать почему она на стороне константинопольского патриарха оказалось они на стороне получается московского который прекратил отношения с константинополь за этот раскол я особенно сказать не могу всего скорее что там тоже политика как-то привязана и раз вся европа за то чтобы украину отделить от россии и все действия к этому применяется то и грецит и куда деваться ведь она ни разу не проголосовала за то чтобы нам санкции не применять а ведь какая вот единственная страна какая-нибудь проголосует чтобы санкции не применялись и не будут применять но там ведь никто не рискнул пойти на это все за то чтобы применять и применяет это вот вот в экономическом это в государственном плане а церквам как поступать греческая церковь ведь она наполовину можно так сказать относится к государства государства и деньги платит больше того государство управляет большим количеством церковное имущество в том числе ну например афон ну афон управляется государством они захотят туда пускать пустят не захотят кого-то пускать не будут пускать поэтому здесь я вижу проблему скорее политической они духовны в духовном плане как вам сказать вот в церкви ведь не все входят а в тело христово то есть вот не все кто называется православным там греческим русским православным так далее для того чтобы войти в тело христово нужно опять быть праведным хотя бы так еще не говорю там святым хотя праведность тоже святость определенной степени и вот сказать что все патриархи праведные они входят в тело христово или все архиереи правильные они входят в тело христово и поэтому как они решают так и действует тело христово но нельзя ну а как мы же знаем садомиты есть варьё жульё и и всякое остальное значит отребье они думаете входят в тело христово я не думаю что они входят в тело христово и поэтому как они относятся к той или иной православной церкви и как они эту церковь управляют и что они за нее решают никакого отношения к церкви не имеет к церкви и к телу христово имеет отношение вот отношение праведников между собой и отношение праведников между собой она ведь не имеет национальности опять не имеет можно так сказать официального отношения к церкви и я думаю что праведники есть и в греческой церкви и есть праведники вот в этом осколке они просто не осознают или живут например для того чтобы этот осколок вернулся опять в тело христово они есть и в других православных церквях и вот как они друг другу относятся и так и бог ко всему этому относится давайте поживем увидим я самое главное что я против войны со всех сторон не хочу чтобы не наша церковь с кем-то воевала с кем-то разницу имела не хочу чтобы и те церкви точно также но пока похоже политика и деньги руководят всем этим они духовности не церковность вот такое мое мнение может быть она неправильно так что вы свое имейте и не вот не опирайтесь на моё а я вот так помоги всем господи аминь